Вячеслава Кашкарова Вячеслав Кашкарова Вячеслав Кашкарова Вячеслав Кашкарова Вячеслав Кашкарова Вячеслав Кашкарова Долг перед банком полтора миллиона рублей. Неуплата налогов на сумму почти 300 тысяч. И незаконная автомойка. В Омске на предпринимателя заведено сразу три административных делопроизводства. Однако исполнять решение суда мужчина не спешит. Должника навестили приставы исполнители. У вас документы есть? У вас документы есть? У вас документы есть? У нас есть документы. У нас закрываете все помещение и будем ждать руководителя. 45-летнего владельца автомойки Максима. Однако сотрудники обслуживающего заведения спешат поправить судебных приставов. Теперь собственник фирмы некто Николай Палыч. А вот и сам Николай Палыч. Мужчина пытается объяснить исполнителям, что автомойку он купил два месяца назад вместе с оборудованием. Вот только о том, что здание подлежит сносу, бывший владелец при продаже упомянуть забыл. Договорку при продаже есть? Да, договор есть. Вообще ничего, когда он только сказал, что эта автомойка здесь купуется незаконно и подлежит основу. Нет, ничего не нужны. Незнание не освобождает от ареста имущества. Приставы описывают спецоборудование. Как в автомойке появляется долгожданный должник. Максим вторит своему покупателю. Автомойку продал. Вот только документов, подтверждающих это, у Максима с собой тоже не оказалось. Нет и бумаг на аренду земельного участка, на котором возвели помещение. Договора нет же. Компрессоры, пылесосы, аппараты высокого давления. Опечатали и вывезли. Оборудование пойдет в счет погашения долга перед банком и налоговой службой. На Максима заведено сразу несколько административных дел. Невыплата кредита – полтора миллиона рублей. И неуплата налогов на сумму почти 300 тысяч рублей. 1 миллион 562 тысяч 463 рубля 33 копейки в пользу Уральский банк кредитования развития. Будьте любезны с постановлением возбуждения, знакомьтесь. Арестовывают приставы и бытовую технику Максима. Такому повороту событий не рады домочаться должника. Бывшая жена встречает главу семейства и сотрудника ведомства без хлеба с солью. Я вам ничего не должна. Вот у него идите и забирайте. Лен, не кричи, подожди. Он просто, подожди, Лен. Хорошо, слушай. Он просто, он описывает, ничего у вас не будет. Что это я буду? У вас документы подтверждающие, что это ваше. Может, это я на Авито купила? Где документы подтверждающие? Арестовано имущество оборудования автомойки и личное имущество должника, находящееся у него по месту жительства. В случае дальнейшего неисполнения решения суда будут приняты меры по аресту самого строения автомойки. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности. Итак, у должника Максима есть пять дней на то, чтобы погасить долг перед банком. Полтора миллиона рублей. И семь дней, чтобы самостоятельно снести автомойку. 160 тысяч рублей в пепел. Сегодня ночью в Калачинском районе Омской области сгорел гараж вместе с автомобилем. К прибытию огнеборцев деревянная постройка была полностью охвачена огнем. Внутри гаража полыхал отечественный автомобиль. Техника восстановлению не подлежит. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Ущерб владелец сгоревшего имущества предварительно оценил в 160 тысяч рублей.